В этом году на стадионе «Локомотив» реализуется большой проект – установка нового современного освещения, которое позволит проводить гонки не только днём, но и в тёмное время суток. В течение нескольких месяцев шли работы, которые завершились в срок. Две ночи подряд мастера тестировали новое оборудование, и теперь можно смело говорить о том, что проект завершён. Пять лет назад руководство города приняло решение, что на стадионе «Локомотив» должно быть новое современное освещение, и заказало проект. И вот только год назад депутаты нынешнего созыва приняли решение о строительстве этого объекта. И вот объект готов, и сегодня сдану эксплуатацию. Долгов-Пелский спидвейный стадион «Локомотив» по праву считается одним из лучших в Европе. А сейчас, благодаря новому освещению, его рейдинги станут ещё выше. И это не единственный плюс. Во-первых, на соревнования самого высокого ранга, включая гран-при, что было раньше? Три дня на стадионе было не пройти. Ставились временные опоры, временное освещение, временные трибуны, телезионщики тянули свои кабеля, временные, душевые. Всё было временно, и здесь было не пройти. Сейчас мы за очень короткое время сможем стадион подготовить к любому соревнованию. Для польской лиги, в случае неблагоприятных погонных условий, у нас есть 3-4 часа в запасе, чтобы подготовить дорожку и провести гонку в тёмное время суток. Спасибо руководству города за это. Я думаю, что всем болельщикам будет приятно смотреть гонку в ночное время. Они это заслужили. Другое ощущение скорости, другое видение гонки, и по телевидению прекрасная картинка. И ещё одно преимущество – экономия. Раньше на каждый этап оборудование для освещения бралось в аренду, и его стоимость в среднем составляла 36 тысяч евро. Так что затраты на установку света окопятся очень быстро. Увидеть результаты проведённых работ болельщики смогут совсем скоро. 18 июля в Далговпилсе пройдёт этап мировой серии гран-при, во время которого и зажгут новые лампы. Поверьте, на стадионе будет светло, как днём.